Валюта власти – это авторитет. Не знаю, видели мое видео, не видели. Кстати, скажите, а видно что-нибудь на фьючарте? Да, видно. Видели, не видели, да, я там какие-то вещи буду повторять, ну уж простите, чтобы было для всех понятно, так сказать. Авторитет – это то, что, в общем-то, формирует любого руководителя, то есть это вот та валюта, которая, в общем-то, вас руководителями делает не номинальным, а настоящим, которого уважают, за которым идут. Мы здесь не будем рассматривать лидерские вопросы. Для этого лучше сходить на какой-то лидерский тренинг. В РМС есть, там, правда, больше такой обобщенный лидер. Лидер-уководитель есть. Я у Николая Ивановича Козлова учился, например. Хороший лидерский тренинг. Ну, в общем, поискать можно для того, чтобы попрокачивать там свои лидерские качества. Ну, покрупнее писать, хорошо говорить. Вот. И, в общем-то, эта схема, которая это формирует, она крайне простая. Это авторитет, значит, это власть, ответственность, результат. Значит, в чем смысл этой схемы? Да, так сказать, то, что если брать классику любой компании, существует несколько уровней. Самый низкий уровень – это подаван, я это называю. Ну, какой подаван – это человек, который, вероятно, получил там некое образование, необязательно высшее, но необходимое для данной работы, у которого там образование плюс, навыки минус. То есть, который, в общем-то, что-то знает, но еще не умеет. Вот. И эти люди, которые, как правило, то, что я, например, начинающим рекомендую, если вам нужна какая-то работа, а вы еще там не можете себя хорошо продать, начинаете с подаван. Ну, нет ничего плохого поработать пару месяцев бесплатно, либо там за какие-то копейки. Вот. Потому что, в общем-то, это то, что поведет вас дальше. Ну, это больше, так сказать, не для руководителей. Второй уровень – это то, что мы называем специалистами. Если будут вопросы параллельно, ну, отсюда и отсюда будет хорошо. Специалисты – это человек, который, в общем-то, имеет необходимое образование, скажем так, и навыки уже весьма разные. Ну, образование, в том числе, ну, назовите это специализацией какому-то. Вот. По сути, это там в данном случае одно и то же. Специалисты – это человек, который работает там с 10 до 6 и, в общем-то, занимается только теми задачами, которые ему ставят. Следующий – это ответственный специалист. Вот. Это тот уровень специалистов, который уже фактически кандидат в руководитель. Следующий – это линейный руководитель. Как правило, это тот же специалист, ответственный специалист, перешедший на руководящую работу. Ну, в общем-то, это главный полкарьеры. Как перейти с обычного работника на что-то более порочное. Дальше. Ну, там могут быть несколько уровней линейных руководителей, да. Вот. Ну, где-то это все заканчивалось на администрации. Администратор – директор. То есть, почему я его называю именно администратором? Потому что это уже не… Если линейный руководитель, как правило, выход со СНИЗОК, да, то администратор – это профессия. Это люди, которые закончили там… Не тренинг по менеджменту или по лидерству, да, который имеет специальное управленческое образование. Вот. Ну, и выше этого владелец. Понятно, там, может быть, несколько цепочек администрации, да, так сказать, несколько цепочек руководителей. Ну, по сути, если обобщить, то будет так. Вот. В общем, давайте сразу скажем, что здесь, отсюда и выше, да, это бригадир, мастер, начальник. Ну, ребята, градации, может быть, любые. Мы сейчас не по должностям, да, так сказать, вот, что вот есть там помощник, мастер, там и все. Ну, назовите это по-своему. Ну, по сути, если вы через эту призму посмотрите на, в общем-то, свою компанию, примерно это вы и увидите. Вот. Там ничего просто другого быть не может. Вот. Эти, скажем так, это рядовые, это младшие сержанты, это сержантский состав, а здесь уже офицерский пошел. Вот. Поэтому мы не будем брать административные функции, да, потому что это отдельная песня, это отдельное образование. И если вы сейчас находитесь с линейным руководителями, видите там администрацию, просто имейте в виду, что, ну, там нужно специальное управленческое образование. То есть не видит тренинг, а видит там, может быть, курс, может быть, MBA какой-нибудь, может быть, институт управления, так сказать. То есть там где нужно быть руководителем. Потому что администратор, да, это человек, который, ну, ему все равно чем руководить. Да, он может абсолютно не разбираться в продукте, который продает компания, да, так сказать. Потому что он управленец, он профессиональный управленец, он очень хорошо умеет управлять людьми. Вот. Но при этом может не знать там, в общем-то, ту специфику, которую есть в компании. Вот. Мы рассмотрим вот эту часть нижнюю. Ну, как мы говорили, специалисты – это ребята, которые, в общем-то, особо не горят желанием. Если вы хотите подняться там чуть выше, уже пойти в руководящий состав, по крайней мере, линейным руководителем стать. Это может быть и руководитель департамента быть, то есть отделы могут ходить в департаменты. Руководитель департамента – это тоже линейный руководитель, только более высокого уровня. Вот. Просто админ – это, скажем так, топ-менеджмент. Это middle-менеджмент. Вот. И ты такой ответственный специалист. Это человек, который, скажем так, авторитетен, которого люди слушают, которого уважают. Как им становится? Все начинается с ответственности. Вот. Банально вы начинаете чуть-чуть делать что-то больше. Ну, например, пришел молодой сотрудник, да, вы, например, взялись его обучать. Например, какой-то клиент там не платит или там еще что-то произошло, вы съездили, разобрались почему. Вот. То есть вы берете функции для вас выполнимые, потому что вот тут слово «результат» написано. Потому что тот, кто берет ответственность на себя, но не дает результата, называется пиздоболом. Может, простите, сидите, барышня, да? Вот. Поэтому уровень ответственности вы всегда скалируете таким образом, чтобы давать результаты. То есть, например, если там какой-то клиент не закупается, абсолютно необязательно говорить, что вы поедете и вернете его в закупки. Можно сказать, что давайте я съезжу, он там неподалеку живет, даже если он живет в другом конце города, и поговорю, узнаю, в чем причина. Да, вы обещали причины. Ну, знаете, вы приезжаете, рассказываете причины. То, что вы обещали, то вы и сделали. Логично, логично. Вот. Что дает вам, соответственно, власть? Да. Вам, как правило, начинают поручать дела более… Скажем, дела уже не связанные со специалистами. Да. Что это вам дает? Вам дает авторитет. Вот. И так вот по кругу. Больше такая спиральная система в большей степени. Больше, больше раскручиваем. Чем больше вы здесь раскручиваем, чем еще чуть больше ответственности, еще чуть больше ответственности, еще чуть больше ответственности и так далее, и так далее. Таким образом, пока у вас не становится столько ответственности, столько дел, что вы самостоятельно уже в этом не справляетесь. Невозможно стать руководителем со специалистом, потому что он выполняет четко регламентированную работу. Если вы начинаете правильно выполнять дополнительную работу, соответственно, вы набираете авторитет. И в тот момент, когда, ну, есть такое понятие, припускная способность, когда ваша труба вот такая, одного человека, и вы уже можете больше теоретически, но практически не получается, вот тогда вам начинают давать людей. Тогда вы уже становитесь линейным руководителем.